Екатерина Архипова Мы хотели бы, конечно, найти конструктивный диалог, чтобы нам было с кем решать эти проблемы. До сегодняшнего дня нас, в принципе, футболили и четко нам давали понять, что мы все придумываем и проблем у нас никаких нет. Сейчас мы хотим их решить. Конструктивного диалога сначала не вышло. Несмотря на то, что директор Одинцовской теплосети пытался найти контакт, убедить жителей в отсутствии проблемы оказалось не так легко. Платежки говорят сами за себя. Зима выдалась теплой, а счета за отопление в разы выше, чем обычно. В февральской квитанции были сделаны до начисления за два предыдущих периода. В связи с тем, что потребление тепла снимается по общедомовым приборам учета. И, соответственно, снятия за декабрь и за январь были за 20 дней. Не за 30, а за 20 дней. Руководитель заверил, что технические ошибки устранены и в февральскую квитанцию были включены до начисления за декабрь и январь. Поручение дано теплосети встречаться с жителями и проводить индивидуальное разъяснение о том, как, что начислено. Распечатки также теплосеть предоставит по каждому прибору учета. Об этом была достигнута договоренность на встрече с жителями. И от меня было дано поручение теплосети создать в каждом доме рабочую группу, которая бы в регулярном режиме, а не в режиме Аврала, каждый месяц совместно с теплосетью снимала показания приборов учета. Михаил Каратаев отметил, что во всех домах при необходимости будут проводиться поверки общедомовых счетчиков тепла. Неисправные заменят. Также на сайте Одинцовской теплосети есть сразу два номера горячей линии, куда жители могут обратиться по любым вопросам, связанным с отоплением. С каждым будут разбираться индивидуально.